привет зритель сегодня хочу познакомить тебя со своим новым шестым по счету смартфоном tecno common 20 pro amoled дисплей 8 гигов памяти 8 гигов расширения 256 гигов всего 16 200 чем-то там на зон должен был прийти сегодня но пришел вчера распакую сейчас я его при тебе покажу может то что такой приобретешь а может и себе уже такой приобрел почему потому что вот у меня вот этот стал немножко тормозить притормаживать и вообще ну как бы разделяю вас в общем если интересно то смотри если неинтересно ну неинтересно значит что сделать баррикаду мне сейчас такая конечно система ниппель так как я с планшета управляя вдруг внезапно поняла как лучше сделать я долго долго сделала пыталась сделать так как делают обзорщики всякой техники но поняла наверное я все-таки универсал универс и не судьба мне быть как что-то одно я пытаюсь тут как-то ее эту пленочку я очень рада что оно пришло за слюдированное хотелось сказать за заплёдированное ну короче заплёночная камон 20 изначально я его увидела он мне очень понравился я вообще был момент что хотела 4k 4k там думаю на хрен и 4k если без даже если там есть активы короче все возможные стабилизации мне же есть камера и мне в основе то надо было помимо того что он новый телефон новый смартфон но мне надо было чтобы он был сервисами гугля ну и соответственно там плюс минус более-менее меняемая память здесь то меня honor huawei 9а 364 ну три азу 64 всего памяти и он в этом плане он все нормально но 10 ведро это все свои какие-то минусы все же у него есть он без гугля но мы же сейчас про эту штуку короче говоря я его увидела за 20 чем-то тысяч 23 что ли на зону он там шел с боксом косметики и миксит еще какой-то требухи я думаю на хрен мне переплыл вообще вот это все типа там косметика бонусом а потом я его увидела за 16000 плюс минус там 16 200 16 800 16 800 дошел бы за два дня 16 207 так как это дошел чуть попозже думаю ну я же как бы это не 10 лет его ждать буду я заказала все что было подешевле пусть и над пару дней позже так вот я поняла что сам по себе он стоит где-то 1016 чем-то а бокс косметикой за него переплачивать еще 7000 но не думаю я что вот эта посредственная косметика миксит стоит столько да и косметики у меня принципе хватает либо же ну не знаю же какая конкретно там косметика ладно когда-то выбрать муж короче в общем я еще хотела то и купила и тут нет никакого 4к ну я решила что будет будет что-то такое вот ну средняя оптимальная стабильная оптимальная для меня и принципе не дублирующая камеру ну ты мой хороший тут вроде как производитель говорит тут какая-то накличка я к нам производитель говорит что тут должен быть чехол и плёночка и плёночка вроде как даже на экране должна наклеена быть и либо же бонусом идет эта плёночка наклеивайся плёночка типа гидрогелевая пленка вместо что тут подобное вот на этом мне конечно я хотела сначала похвастаться когда заказала его в чате в телеге или в самом телеге или еще где-то или приятелю но об этом знал только мой близкий родственник при ней я и заказывала потому что когда я спрашивала мнение по поводу техно услышала что это такое я про такую марку вообще не знаю знаете если вы про эту марку не знаете это не значит что то не существует моей близкой родственницы на день рождения в начале прошлого года подарили техно но другой модели и плюс я почитала в знаете что выходит 14 ведро и ты он android чтоб кто-то понимал да он короче говоря будет обновляться во-первых сайт у техно очень хороший у многих я не слежу за политической ситуации в россии и в мире сейчас что вообще делается как-то мне это ну извините не волнует не стреляйте музыканты и вот все ништяк и я считаю что культура не политики так вот очень многое так понимаю марок попадает под санкции как-то с этим связано и заходишь на любой сайт какой-то там фирмы я даже думала сначала купить фонар но там как-то вот сайт такое ощущение что вот фонар он с лета прошлого года с момента когда вот моя купила этот планшет никак не смонтировал но если хотите отзыв есть на реки на него короче ссылочка в инфобоксе на мой арик я там снова пишут короче говоря вот самый поддерживаемый сайт можно посмотреть характеристики можно посмотреть описание там конечно завоскриптом переполненная сайт дофига и мой товарищ слегка подвисал на этом все я убила до хрена времени на это все чтобы понять там загрузилась и так далее но там можно найти все описание для всех теперешних моделей которые сейчас идут продаются именно в россии официально там ну не где-то там потому что есть еще какие-то модели которые уже не выпускаются но все еще продаются нужно купить обновление на какой-то по диске если у вас допустим модель этого техно но ну с какими там десятом девятом десятом одиннадцатом двенадцатом ведро нас тут должен быть 13 ведро и она как бы должно обновиться потом за 14 короче я остановилась на этой линейке смартфонов и выбрала себе именно вот эту модель техно кому 20 про что тут у нас 6 7 молит дисплей кстати на рассмотрение как она слишком больше моего ну чуть-чуть побольше во вторых я впервые покупала телефон именно выбирала ту модель не только что по модели а именно по цветовому ряду мне очень понравился вот этот вот бит сзади там были еще черный еще какой-то плюс я заметила что сейчас смартфонов очень модно ну помимо раньше знаете была такая вот кирпичик nokia 3310 у меня был паду каких-то друзей были раскладушки потом случились смартфоны и теперь смартфоны становятся раскладушками либо вот так либо две ладони я даже обзора не смотрела на вот это вот не представляю что это либо еще такая фишка я очень не хотела эту фишку чтобы вот здесь вот какая-то типа искусственная кожа кожа молодого дермантина я не знаю она сотрется быстро у меня был чехол из кожи молодого дермантина для этого товарища через полгода он стал как не пойми чем хотя бы очень удобно и вот мне очень он понравился смартфон так блестит вообще переливается обалденный rgbw точнее все 4 мегапикселей камера и 32 мегапикселей фронталка у меня тут 8 и 13 я уже потом поняла что даже если дух honor говорит что на новых телефонов у него 108 мегапикселей камера то чего-нибудь там не так лучше меньше но лучше тут как бы вспышка я так понимаю что-то кольцевая и две камеры так одна точнее три камеры ну как бы вот я только сейчас это увидела вспышка вот здесь здесь к основная камера еще две камеры вот здесь а выиграть будто как две камеры короче дизайн мне понравился мне понравился цвет мне понравилось описание вообще все что можно я его за него конечно смотрела я хотела сначала infinix доказать infinix это я так на дочерняя компания техно а техно изначально идут они там вот какого-то концерна тоже китайского вот тут гравировочка сделано комон техно камон если вы хотите более краткий обзор очень много обзоров на него есть а если вы тащите просто того что делаю я то ну может смотреть дальше есть стараюсь и по характеристикам побыстрее пробежаться тут металлическая такая 0 и похоже на металл не знаю по церебру в общем все четыре мегапикселя основная камера 30 мегапикселя сэлфи камера с искусственным интеллектом 256 гигабайт пзу нфс н нфс ну чтобы платить телефоном у меня тоже есть вот здесь я смотрела чтобы были параметры все что вот я здесь плюс ну там побольше памяти еще что-то я потому что не знала что за последние цель с внешним года выпустилась телефонов вот ну вот именно с такой памятью в основном 8 гигабайт плюс 8 гигабайт расширения расширение за счет основной памяти г-99 процессор и 6 чем у меня такой же процессор на планшете с которого управляют для меня это новинку амолета мне никогда не было молит экранов я не знаю по моему на этом тоже не амолед на планшете 120 гирс я выбирала чисто уже по описанию чтоб не болели глаза и там какая-то еще защита предрасположена экран со сканером отпечатка пальцев и сам экран 6,7 дюйма так вот со сканером отпечатка пальцев я видел свои подушки на бушный покупала его я хотела сначала его от тут который у нее на оказалась модель трехлетней давности уже не выпускается камера примерно так же как у меня у меня на все-таки более вот так как бы выемка тут глазик такой я не знаю кто из них считается капелька мне кажется что вот эта капелька это такой глазик пленочка с информацией пакетичек с qr-кодом наклеечка стек на хотя знаете я тоже плевалась а когда близкому родственнику другой родственник подарил на день рождения этот именно техно и знать не знаю чего это но потом просто смотрела как бы ну нормальный телефон говорят что тут камеры выбирают есть по дизайну немножко другие там вот реально мне казалось что вот так вот и выпирается наклеечка информация сертификации продукции модель ck c вот такая как моя фамилия начинается на к косарева 7n маленькая common 20 pro комплекты с аккумуляторными батареями был 4-49 лт и зарядным устройством у 330 то соответствует требованиям нормативных продуктов в общем еще одна наклеечка тут еще гарантия от озона найдет как бы год но тут вот сам техно дает 13 месяцев 12 плюс один месяцев гарантии как на бобил гарантийный срок 13 месяцев для мобильного телефона 6 месяцев для аксессуаров срок службы два года для мобильного телефона и один год службы для аксессуаров но я надеюсь у меня прослужит больше чем два года правила эксплуатации зарядного устройства заряд батареи транспортирование гарантийный талон что куда втыкается что куда вставляется нфс у нас вот здесь находится так вот насчет отпечатка пальцев на экране я подумала что ну там были конечно варианты и примерно за ту же цену и по тем же параметрам но отпечаток был в клавиши включения для меня это немножко напряжно у меня был в клавиши не включения на сбоку на декспе очень неудобно было я вообще привыкла к этому но у меня последние месяца три назад начал немножко притормаживать нажимаю подношу палец и вот сейчас нормально бывает раз на раз задолбаешься лучше пин-код водить ну и как бы я подумала что пусть лучше будет отпечаток пальцев на экране раз уж сейчас это практически из каждого утюга вылезает пленочка защитная чехолчик я раньше была очень против бамперов у меня был изначально чехольчик ну как бы книжечка но потом я поняла что удобнее в принципе без книжечки именно таким бампером довольно плотный еще меня немножко напрягала что тут только один микрофон но при этом два динамика потому что на моем два микрофона но я у близкого родственника гранул они тоже один микрофон и слышимость у нее отличная при этом я еще зря я сейчас одеваю потому что мне надо будет его в него потом симочку вставить и все с ним сделать в общем вот так он выглядит чехле здесь открыто и как раз вот этой открытой частью можно будет магазине платить дальше у нас зарядное устройство огромное вот просто сравнить вот у меня где там но все она раза в два больше того что у меня у хонор хонор 33 ватт она но но и тут как бы быстрая зарядка я тоже смотрелся было принципе быстрая зарядка потому что иногда ну надо побыстрее хотя раньше считала что быстрая зарядка не очень хорошо и тут у нас видимо провод раскрою меня если сможешь на вот проводок не сказать чтоб супер длинный довольно плотно вставляется надо это доставать или нет наверно не стоило там ничего такого нету можно сказать там вообще ничего нету это можно обратно убрать прикольно так сделан пакетика коробочка пакетик плюс я читала на него тоже отзывы на арики потом будет соответственно оставлю пакетик пленочка не еще пленочка но я чё-то не нашла этой штуки которая как бы а вот она я ее даже не заметила все на месте все окей скрепочка чтобы воткнуть и достать я еще видела тех на у которых было это самая штучка вот в этом месте либо вот здесь но вот круто что она тут находится на самом деле как бы не не принципиально но на немут удобнее все таки когда она именно сбоку тут две симки можно вставить и одну флешку одновременно и причем они вот так вот идут на картинке написано очень мелко не видно те окна вы не доработали есть такие очка реки как люля им это плохо видно я не сразу поняла я думаю надо же ну выглядит как два дела вроде бы но не может такого быть и флешка не вставляется и думаю может флешку на оба другую покупать но другого формата но она кажется просто вставляется чипиками кверху вот я сейчас поняла что он от сентября двадцать третьего года сделанный но видимо как только издали вот эти фулу симки они идут лицом к народу а флешка идет лицом сюда и все это надо вставлять соответственно чипиками кверху он у нас зажужжил выбрать значит язык выбирайте русский а дальше идет мои телефоны я не знаю как вам их показать но идет настройка sim как мобильный интернет сразу же настраивается у меня на интернет на мегафоне причем меня видимо и вот первое я уже не помню там первого была билайна 2 мегафонный вот та которая идет вперед она как раз считается 1 просто вызовы смс задать позже можно настроить вайфай но так как вайфай я раздавалась телефона и как не настроить что зритель спустя почти 7 а так сегодня 19 я купила 19 января это телефон февраль март апрель май июнь июль август спустя 7 месяцев вот я с этим товарищем он мне несколько раз падал лицом на пол на землю в том числе на камне на улице но так вот случайно выпал из руки вылетел из сумки которая велосипедная и ему вообще ничего не холодно не жарко он в этом плане по качеству экрана сравним с huawei вот моя рука вот эта вот рука вот две руки да одна туда пошла вот можно снимать и на ту и на другую камеру возможно ты смотрела ли смотришь мои шорсы в начале года у меня были такие серия шорс где вот я в лицо такой квадратик экран в экране это вот как раз на это телефон было сделано я тогда еще не афишировал что купила телефон новый и снимаю именно на него вот эти шорт вот так вот можно сделать плюс я думаю сейчас можно поменять наверное вот так вот сделалось прямо во время записи видео короче говоря спустя пять месяцев у меня обновился android с 13 на 14 и меньше ну чуть больше месяца назад точнее чуть больше месяца спустя буквально неделю где-то назад когда я была в городе у меня прилетела еще одно обновление какое-то массовое но не такое что с 14 android а там до 15 до 14 android но обновилась там что-то еще в системе какие-то баги пофиксили так что в общем если ты смотришь телефон я думаю что этот еще продается я правда ну не смотрела специально но техно камону техно камон 20 провод в моей версии который был 13 android и действительно обещали чтобы там но обещали чтобы от обновления точность андроида действительно но было и в общем если ты такой смотришь что я тебе такой телефон советую потому что он реально в такой четкий можно может хорошо держать зарядку двое суток деревни если особо вот ты занят где-то чем-то over the фига и там но иногда в телегу что-то написать или еще куда-то там проверить вот с почту сфоткать что-то ватсап написать смс-ку вконтактик залезть или даже на youtube шорт загрузить я его тестировала в деревне когда первый раз только еще сюда приехала целый день я его значит юзала там то в телегу что-то за закинуть то шорт на youtube залить то фотки то в общем постоянно у меня в руках был и он у меня заметила целые сутки спокойно держал заряд 24 часа в общем хватило на сутки чтобы не разрядиться вот там было уже где-то 13 процентов а на постоянное юзание он у меня как раз выжил сутки не было зарядки а потом уже только зарядила он до 20 уходит с процентов ну и как бы ты ну как бы надо меня заряжать 13 до 13 процентов эти с 20 прилично так держится а вот уже до 13 доходишь если ты постоянно с телефоном что-то юзаешь там фоткаешь читаешь и так далее то он довольно быстро уже теряет заряд но это усиленно так надо юзать ну короче я считаю что очень хороший телефон я им полностью довольна и всем спасибо за просмотр если хотите поддержать канал вот 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 здесь вот будет облака так как у меня нет монетизации только ваши донаты редкие но меткие я скажу вам соответственно спасибо но и если у вас подобный телефон есть буду рада посчитать ваши комментарии на этот счет ну или телефон от этой фирмы какой-то другой всем пока донатизации